Всем привет, с вами Мосс. Судя по первым дням ивента Фудбезды, канадская контора пытается удержать очевидно увядающий интерес аудитории к своему шедевру и подготовила для нас с вами довольно много интересного контента, поэтому будут ролики в ближайшие дни по этой теме. Ну и соответственно, пришло время разгрузить отснятые за последние пару недель и устроить ставший уже традиционным спидран по пакцам. Мы откроем все лучшие паки, награда ЗВЛ, Зарайвлс, соберем сразу четырех кумиров и рассмотрим самые выгодные да привлекательные СБЧшки. А заодно обратим внимание на то, каким способом хитрюги из Канады пытаются развести паству на донат уже в марте месяце. За футболом, другими спортивными и кибердисциплинами обязательно следите в компании моих хороших друзей из Пари, которые подготовили для вас отличный бонус. Всю инфу вы найдете в моем телеграм-канале, ссылка будет в закрепленном комментарии. Компания Пари предлагает лучший клиентский сервис в своем сегменте, максимально удобное и понятное приложение, молниеносная работа и широченная линия спортивных и кибердисциплин. Выбирай ближайший матч, забирай фрибет от моего партнера в комментариях и получай еще больше удовольствия от спорта. Машина времени отправляет нас на пару недель назад в ивент под названием Фэнтези. Кто бы что ни говорил, но когда спешл-карты привязывают к выступлениям игроков в реальном футболе, получается хорошечно. Имха, такие темы должны быть как можно чаще, ведь игра под завязку набита чисто аркадным контентом, не говоря уже о геймплее. Да и вообще, разрабам надо чаще смотреть на внутренние чемпионаты и прочие международные замесы, особенно когда выпускаешь в ивенте травмированных игроков, которые при всем желании не могут получить максимальное улучшение. В общем, кому как, а мне такие ивенты в любом случае нравятся куда больше, чем всякие приколы со сменами позиций и прочим сюрам. По дропу, правда, история вышла классическая, а Аспасы, Акуньи и всякие сомнительные девчули вылезали регулярно, а по-настоящему интересных и чего-то стоящих игроков поймали считанные единицы. В итоге спешлки либо стоили на рынке 15 тысяч монет, либо несколько миллионов, опять же без эдакой золотой середины, которую интересно было бы погонять в добротном бездонатном составе. Хотя и тут с оговоркой. Думаю, трейдерам с хорошей мозговидкой динамические карты принесли недурную прибыль. Достаточно было закупить пару сотен каких-нибудь Политана или Орбанов и дождаться их апгрейдов. Риски минимальные, а прибыль в двадцатку косарей с игрока, считай, гарантирована. Вот с СБЧшками был не особо весело. Да, с одной стороны, едва ли не каждый первый собрал Фернера, и сейчас наслаждается топовым форвардом уровня Исэбио всего за полмульта, но вот другие ИПК слюноотделения не вызывали, ну может быть Рольфо и Бонджорно на ЦЗ для работяг. Вот и приходилось солить непродаваемый хлам, прокручивая дубликаты в сомнительных ИПК, либо обменах, которые потом уходили на пики 80+. Хорошо известная нам лудоманская карусель, помогающая со сложными сборками, но никак не улучшающая финансовое положение клуба. Накосячил я, как выяснилось, не только с игнором сборки Тимми. Выбрать одну из трёх промо-карт минувшего ивента в наградах за сезон явно было не лучшим решением. Но, собственно, дефицита игроков высокого рейтинга не было на тот момент, поэтому и хотелось поймать удачу за хвост. Нашим же основным местом плавления жирного Фодора стала рулетка с кумиром, в которой в теории могла выпасть Тотти Легенда. На фоне отсутствия каких-то ультрагодных монументальных сборок на игроков, грех не попробовать. Ставим для хорошей кармы дядю Витю и смотрим. Дриблинг тут сразу выдает бревнышко, и сколько бы ни пытались разрабы сделать Алана играбельным, увы, все равно шляпа. Второй товарищ на выбор краш первого. По этим циферкам на скорости выпади сразу узнали хорошо всем нам знакомого легендарного каталонца. Спасти этот трэш может третий вариант. Но и тут по пейсу сразу понятно, что даже осенью вряд ли оно заходит в основу. Печально, но да ладно, хотя бы залутали компенсацию в виде 91-го рейтинга. Видел в пабликах, что оно бывало в разы хуже. Восполнить потраченное должны помочь традиционные награды за ВЛ. Не считая одного информа, расклад тут не ахти. Особенно учитывая, что на горизонте была весьма интересная сборка, а именно фиолетовый смолярок. В прошлой части карта была огонь, и здесь ее не собрать за столь скромные требования было бы упущением. Несмотря на то, что поляку не закинули вообще ни одного сносного таланта на удары, золотые стили по дриблингу хороши, но и по игре лично мне он очень понравился. Что на левом стике, что по ударам вообще никаких вопросов. Жаль только, что с апгрейдами у него выглядит все пасмурно. В лучшем случае получит походу плюс один. В ожидании очередной сборки гумира сжигаем рейтинг в пиках 85+, и улучшалках 10 по 83. В плане фодера и дешманских спешл карт сыпало, надо признать, хорошо. В отличие от крупных ивентов, типа черной пятницы или тоти, дроп не казался открученным. Думаю, сейчас, как стартовал Фудбездой, вы тоже почувствовали эту разницу, вылавливая в жирных паках всякий 84-й рейтинг. А тут чуть ли не подряд нам закинули несколько 89-х игроков, Куртуа и аж два раза старину Кевина. Отличное, в общем, было время, чтобы припасти авоську высокого рейтинга. Что до фэнтези-карт, лучшей из выпавшего в плане ценности была вот эта дама из арсенала. Хотя теперь таковым уже можно считать Вилли Орбана и Политана, которые оперативно прокачались, став элитным фодером для ЭПК. Друзья, не кормите супостата! Все вопросы касательно золотишка, игр, подписок, аккаунтов поможет решить Ваня Мухин. Сделает все оперативно, качественно, по выгодному курсу. Это надежный партнер канала. Работаем не первый год. Ссылка в описании ролика. Между делом эксперимента ради, даже пик из прошлых ивентов собрал, и вот туда лезть, равно как и в рулетку на героя, настоятельно не рекомендую. Не считая полутора игроков тип Неймара, там по меркам Марта ничего, стоящего поймать уже не получится. Ну да ладно, второй пик на кумира. На этот раз закрываемся на удачу дяди Юры и смотрим. Первый вариант мы видели буквально пару минут назад. Игнорируем и идем дальше. И вот тут внезапно вратарь, и в принципе на худой конец оно пойдет, учитывая, что легенд на воротах у нас в клубе доселе не было. Третий пик лишь укрепил уверенность в том, что брать придется Фандер Сара. На фоне свежего 92-го пускай смотрится скромно, но у вратарей сами знаете как бывает, не исключаю, что разницы с его розоватым клоном особо и нет, ну разве что таланты. Вообще, если хорошо прикинуть, в составы нынче даже не все тут кумиры зайдут. Скажем, Золо, Чави или Эсьян скорее всего замариновались бы у меня на скамейке. Девчуль я по-прежнему игнорирую и в остатке нам интересно лишь 5-7 игроков, шанс поймать которых не сильно выше нуля. В любом случае, открываем наборы дальше и контента ради будем пробовать еще. Вот с этого набора 5 по 84 у меня уже начало подгорать. И стоило только поймать дезмораль, как контора сразу сглаживает углы следующим аналогичным пактем. Ясно понятно, что игроки тут не в основу, но увидеть такой жирок в крафтовом паке, как мне кажется, редкость. Фудвер долго без дела не лежал. Рейтинг мне пригодился для сборки 90-го Дибалы. Очень неплохая карта, которая даже какое-то время побегала в основе. Если тоже его крафтили, думаю, согласитесь, что игрок приятный и достоин как минимум выходить на поле замены. На этом фэнтези-евент схлопнулся и мы плавно перешли в неделю противостояний, где по контенту было уже не так забористо. Наверное, единственной по-настоящему интересной сборкой стал 89-й Аканжи. Мини-обзор я делал на него в шортсах, если вкратце, то речь о игроке, который лишь чуточку уступает фиолетовым компанией Лусио, ну разумеется, после апгрейда за ничью и пройденной эволюции плюс один для победителей противостояний. У Ману и статы топовые, и таланты отличные, и моделька уникальная. Таких жестких автоотборов, как у Ван Дейка, нет, зато он куда проще и приятнее в ручном управлении, да и с передачами дружит куда лучше. На сдачу мы собрали еще пару пакцов с игроками компании, и тут нам внезапно засунули двух богом забытых, но далеко не самых кислых центурионов. А вот с наградами за сезон, на собственных ошибках кое-кто учиться не хочет. Вместо жирного набора снова рискуем, и наблюдаем типичную картину из разряда «без лоха, жизнь плоха». Впрочем, в припасенном заманчивом наборе с 20 игроками 84+, оно было не сильно лучше. К тому времени уже и пик на легенду обновился, так что идем в третий раз пробовать удачу. Ставим товарища Сергея и смотрим. На первом игроке, честно говоря, распознать сразу не получилось. Думал, что-то неповоротливое двухметровое, а там просто немка с ловкостью и балансом, как на следующий день после октоберфеста. Вот следующий игрок уже интереснее. С удовольствием бы забрал его осенью или даже в декабре в основу, но даже грома версия короля Эрика, боюсь, уже давно не актуальна. Третий пик и, увы, не Тотти Чех, а лишь батя Шмейхель. Учитывая, что в свое время собирать не стал, его и заберем. Вдруг Вандерсар перестанет вывозить. А теперь гвоздь программы. Едва ли не самая скамная рулетка от конторы за всю EFC 24. Они, конечно, те еще жуки. Посолить шанс поймать синего кумира в СБЧ с такими, вроде как, халявными требованиями сработало на ура. Тем более, что ограничений по числу сборок в день не было. Не удивительно, что и старый млад побросал другие СБЧ в сторонку и стал агалтело крафтить эти наборы. В течение двух дней я внимательно чекал паблики и даже посмотрел пару лудоманских марафонов. Статистика впечатляет. Реальный шанс поймать посиневшую легенду был примерно 1 из 100. Причем в самом лучшем раскладе падали Лам или Чави, плюс парочка Дзол, Чехов и ни одного Вьеры, Зубастика и других топчиков. Имея параллельно пару средних по затратам сборок, а-ля Жоао Феликс из противостояний, клубы работяка основательно похудели. А все ради чего? Чтоб с двух ног залететь в новый ивент, где сплавленный буквально вчера рейтинг, ай как пригодился бы. После стремительного релиза двух сочнейших сборок на Камана и Сократоса и Роберто Карлоса на следующий день, представляю, что на душе у тех, кто кропотливо закрывал 90-го жена Люф, крафтил Жиер Зинью или чего хуже Феликса. С пустыми клубами смотреть как праздник контента проходит мимо тебя такое себе, а разработы на это и рассчитывали, мол, хотите топовый состав, будьте добры покормить нас и в марте. Самый кайф, что после нескольких дней бесконечной сборки лохотронского пака с бесполезной легендой, они анонсировали, что следующая крутилка будет как раз без базовых версий. Мол, снова готовьте ваши шекели. Статистика пабликов, это конечно хорошо, но мне куда важнее услышать именно вас, поэтому напишите в комментариях, что вам-то собственно выпало из этого окаянного пака с одним кумиром и заодно поделитесь мыслями, какой контент, по вашему мнению, сейчас действительно мог бы вернуть интерес аудитории к Фи-фе. Не забывайте про мои соцсети, буду рад вас видеть и там, все ссылки вы найдете в описании ролика, разумеется, поддержите канал вашими лайками, подписками и, конечно же, про закреп тоже не забывайте. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok